Урал это не оппозит, утверждают дохрена таки чудаков, наслушавшись некого Травкина. Интересно мне стало, эш-то думал, что я езжу на оппозитном. Подписчик скинул мне ссылку на это революционное видео, вот. Оппозитный двигатель. Что вы вспоминаете, произнося такие слова? Наверняка многие вспомнят сразу же двигатель Subaru, Dnepor, Ural или те же самые BMW. Но на самом деле нет, по классификации этот двигатель не оппозитный, это V-образник с углом развала 180 градусов. А это я уже случайно надыбал, YouTube предложил. В оппозитном же двигателе, конкретно, по конструкции Subaru. Почему именно Subaru? Потому что некоторые оппозитные двигатели, как я уже говорил, например, тот же Volkswagen T2 четырехцилиндровый, ну или тот же простой мотоцикл Dnepor, Ural, у него всего два цилиндра. Тот же самый Травник, но лет семь тому назад. Я что-то не понял. То ли лет семь тому назад Днепр еще был оппозитным, а потом перестал, и Subaru, кстати, тоже. То ли Травкин не зря имеет такую фамилию. Что изменилось за это время? И вообще, откуда новая информация? Из какого облачка? То, что, допустим, Subaru имеет двигатель Horizontly Apost, говорит представитель Subaru на официальном сайте Subaru. То же самое Porsche. BMW R18, оппозитный двухколесный красавец, представлен как на зарубежных сайтах, так и на нашем официальном представителе, как мод с оппозитным двигателем. Ну кто они в хрена такие, если сам Травник говорит обратное? Это я не беру во внимание другие авторитетные источники, как местные, так и за рубежом. В конце-то концов, есть исторические факты, просвещающие нас о различных конфигурациях оппозитного двигателя. Причем он, блин, сам об этом говорил. Что оппозит, оппозиту рознь, что одним из отличий оппозита является коленвал. Я уже говорил, то есть оппозитный двигатель, в частности, именно конкретно конструкции Subaru, потому что оппозитные двигателя есть разные, то есть оппозитный, оппозитный, мурозень. Но годы берут свое, видимо. А ведь в правильном направлении шел. Оппозитный двигатель, это двигатель внутреннего сгорания с углом расположения цилиндров в 180 градусов. И главное, пожалуй, отличие от V-образного, с тем же углом, это движение поршней. В оппозите они движутся зеркально друг к другу, в V-образном, синхронно. Все. Факт наличия у такого двигателя одного цилиндра на два поршня, как в том же танке 5TDF, о котором идет речь в видео, или у каждого поршня свой цилиндр, говорит лишь о конфигурации оппозитного двигателя. Вопрос, на кой хрен травник блещет подобной информацией, ну, прост. Сейчас война и видос с упоминанием военной техники залетают на ура, как в тиктоке, так и в ютубчике. Тупо хайп, не иначе. Хайп без единой ссылки на источники. Но поражает не это. Поражает количество дундуков, принявших за Библию, без каких-либо подтверждений, проверок, информацию, опровергающую давно известнейший факт. Это оппозитный двигатель. Одна из его конфигураций. Так же, как и у Субару, и у Танка. Думайте, включайте мозг, ибо завтра очередной травник скажет вам, что земля плоская. Будем верить.